Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас на своем канале. В этом видео я расскажу вам очень интересную историю с Байером. Наверное, видео так и будет называться, история с Байером, которая со мной случилась очень-очень давно. И вспомнила я ее, потому что родилась у меня вот такая интересная тема для видео. Я снимаю очень много людей, смотрю через объектив, точнее, на людей смотрю через объектив своей камеры. Могу сказать, что очень многих я узнаю, очень многих уже узнают и мои зрители. И я заметила такую интересную вещь, о которой я всегда подозревала, но по моим видео она очень-очень явно прослеживается. Те, кто одет очень хорошо, классно и, внимание, дорого. То есть вот прямо-таки можно считать. Дорогая сумка, я вижу, например, пальто. Я теперь могу узнать пальто Мануэла с двухшагового расстояния, как я люблю говорить. Я могу узнать пальто Тэдди. Я очень многие вещи могу узнать. И раньше, на самом деле, до записи своего канала я не обладала такой проницательностью, но теперь я вижу, когда люди именно дорого одеты. Так вот, я заметила, об этом уже говорила, что женщины, что мужчины, которые одеты очень-очень дорого, это, как правило, люди, которые ходят в одной и той же одежде. Это не хорошо, не плохо. Они просто носят свою дорогую одежду. Но я заметила и другую особенность. И тоже о ней много раз говорила, и в это видео решила вынести прямо-таки, как отдельный случай. Люди, которые действительно очень-очень-очень классно одеты. Люди, которые одеваются разнообразно, и которых я вижу на стритстайле, я их узнаю, и они узнают меня. Это люди, которые одеты недорого. Это люди, которые очень часто покупают что-то на рынке. Откуда я это знаю? Да много раз я показывала, откуда я это знаю, и их же встречала на рынке, и снимала тоже много раз. О чем это говорит? Это говорит лично мне о двух вещах. Первое, эти люди очень хорошо тренируют свой вкус. Покупая недорогую одежду, они могут ошибаться, понимать свои ошибки, что называется, идти дальше. С этой одеждой, которая стоила недорого, которую мы купили за 10 евро, за 20 евро пальтишка, мы можем легко расстаться. У нас нет ощущения зря потраченных денег, у нас нет ощущения вины, что мы купили, и вот теперь нам это не идет, мы плохо выбрали, деньги потратили. И, в общем-то, я думаю, это знакомо любой моднице, когда мы очень хотим какую-то вещь, и стоит она дорого, мы ее покупаем, но однажды мы признаемся себе, что эта вещь у нас не носится. Так вот, люди, женщины и мужчины, которые одеваются недорого, они имеют возможность, прежде всего, очень и очень много экспериментировать со своей одеждой, потому что, да, они легко с ней расстаются, с ней, с ней, они легко с ней расстаются. Ошиблись в выборе, пошли дальше. Эту одежду либо выбросили, либо подарили. Что я также заметила, что дает нам недорогая одежда. Недорогая одежда дает нам возможность покупать ее где бы то ни было, что в масс-маркете, что на рынке, что в более дорогих магазинах, и, возможно, даже в люксе, все это миксовать. Это значит, что если я здесь и сейчас чувствую, что я хочу себе белую футболку, я не буду ждать, пока Гуччи выпустит белую футболку, либо Диор выпустит белую футболку, потому что я клиент дома Диор, либо клиент дома Гуччи. Я пойду и куплю эту белую футболку. За день я ее найду в каком-нибудь магазине, на каких-нибудь развалах, и стану обладательницей белой футболки. Потому что я совершенно точно знаю, что хочу закомпоновать ее с этими джинсами, либо с этой юбкой. И вот у людей, которые не боятся покупать одежду недорого, максимально недорого, прямо-таки в развалах копаться, это, опять же, дает возможность им получать то, что они хотят. Потому что очень часто, когда мы идеализируем какой-то наш образ, и ищем какую-то юбку, которая нам нужна, мы просто не можем ее найти, если мы не готовы потратиться меньше. Это звучит парадоксально, но очень часто мы готовы за вещи отдать чуть больше, заплатить чуть дороже, а вот опуститься на ступеньку ниже действительно могут себе позволить натуры фэшн-смелые, натуры, которые действительно очень любят красивую одежду, прямо-таки чувствуют себя на драйве, на фэшн-волне. Но, обещанная история с Байером. Однажды я зашла в магазин, где меня очень хорошо знали. Это крупный магазин, я уже его упоминала, он один вообще у нас в Падуе находится, мультибрендовый магазин. Многие, кто живут в Падуе, либо часто бывают, даже поймут наверняка, о каком магазине я рассказываю. И как раз-таки этот магазин я упоминала в связи с тем, что, да, там было только две китайские семьи, потому что кризис, он чувствуется. И вот что-то мне нужно было в этом магазине забрать. И я захожу туда и встречаю человека, который на тот момент был главным Байером. Я очень хорошо знала директора, потом директор вышел на пенсию, директор поменялся, и вот был главный Байер, который тоже через несколько лет вышел на пенсию. У нас с ним были очень хорошие отношения, практически приятельские. И я ему показываю, достаю из сумки, из своей сумки, я достаю стеклянные бусы. Это были три нити, которые я купила, и у каждой нити был такой дымчатый, ну, практически полупрозрачный оттенок. Но это были три разных оттенка, такой прозрачно-коричневый оттенок. То есть вот прям-таки невнятно-невнятно. И это были такие, как я люблю, стразы-стразы, точнее не стразы, это были стеклянные просто бусы, которые, если надеть просто, это нитка. На самом деле эти бусы все знают, я тоже их много раз показывала с рынка, и они продаются обычно у бангладешцев. И бангладешцы говорят, что это камень, но это на самом деле стекло. Как проверить, если не ошибаюсь, камень может нагреться, а стекло не может нагреться от собственного тела. Откуда мне объяснял такую разницу? Возможно, даже мама мне рассказала о том, как проверить стекло, хрусталь, либо камень, вот прям-таки не вспомню. Соответственно, вот я покупаю эти бусы, мне на самом деле совершенно все равно, потому что одна нитка стоила 10 евро, я купила 3 нитки, соответственно, я, конечно же, сторговалась. Кстати, мне часто говорят, вот она хвастается своими дешевыми покупками, да, хвастаюсь своими дешевыми покупками, потому что, опять же, в силу вот этой истории, которую вам рассказываю. Так вот, захожу я, и клиентов нет, у нас завязывается дружеская беседа, пауза пранцу, я понимаю, что мне хочется пообщаться, похвастаться, я же не только своим зрителям хвастаюсь о том, что я на рыночке купила, но вот у меня это всегда было, по всей видимости. И он тоже, я вижу, не против пообщаться со мной, потому что, ну, скучно стоять, никого нет, и, в общем-то, достаю я ему, говорю, посмотри, что я себе купила, и достаю я эти бусы, и он говорит, вау, как классно, супер. Я ему говорю, ты знаешь, сколько они стоят? Он такой, сколько? Я говорю, 8 евро за нитку, а знаешь, где я купила? А я была, чтобы вы понимали, клиентом, и мой муж вот этого магазина, то есть мы, в общем-то, не просто там часто бывали, а если я заходила, то я была в одежде, которая была куплена в этом магазине, то есть люди могли представить, что да, я прям-таки здесь и одевалась, так вот, я достаю эту нитку, показываю, выкладываю, мы это все смотрим, охаем-махаем, и он мне говорит такую интересную вещь, молодец, Яна, сказал он мне, я в своей работе понял одну вещь, мужчина, точнее мужчине, чтобы одеться хорошо, нужен гораздо больший бюджет, говорит он мне, чем женщине, потому что мужской костюм, будь то брюки, будь то полностью костюм, либо пиджак, это одежда, которая требует хорошего кроя, мужчина будет хорошо выглядеть, если рубашка сшита из хорошего материала, и скроена так, как она должна быть скроена, не говоря уже о пиджаке, на котором должно быть определенное количество швов, и вот эту особенность о том, что ручное пошитие пиджака, мужского, либо женского, либо пальто, это как раз таки тоже он мне рассказал, позволяет обрабатывать вот так, кончиками пальцев этот шов, это дает неповторимую обработку, то есть, когда швея, либо, как правило, швея, это все-таки мужчина, у мужского костюма обрабатывает шов, стежок за стежком, ткань получает нужную, я даже не знаю, как это объяснить, нужную драпировку, нужное уплотнение, вот этими пальцами, человеческими пальцами, это невозможно сделать на машинке, именно поэтому одежда, шитая вручную, по-другому садится, потому что сами швы как будто бы более гибкие становятся, представьте, если швов, как на мужском костюме, гораздо больше, чем, допустим, на свитере, самом обычном, на свитере сколько у нас швов, два боковых, плечевой, два плечевых, шесть швов, и по рукавам, а на мужском костюме гораздо, гораздо больше, так же, как и на женском пиджаке, на женском жакете больше, больше, больше швов, соответственно, вот эта обработка дает гибкость швам, которые позволяют потом, эта гибкость, точнее, позволяет потом по фигуре хорошо садиться, это вот он мне объяснил, поэтому мужская одежда требует большего бюджета, а женская одежда, сказал он мне, женщинам вообще, он говорит, очень просто, выглядит хорошо, и он мне, опять же, понижает голос, как будто бы в доверительной беседе, говорит, потому что он байер, главный байер магазина, в котором мы общаемся, то есть мы даже не в кафе были с ним, он мне говорит, а вот женщине выглядеть просто классно, ей достаточно дорогой сумки, внимание, дорогой сумки, он даже не сказал дорогой обуви, говорит, а одежду она может купить с рынка, это что называется его цитата, за что купила, за то и продаю, меня этот разговор впечатлил, он случился, когда Егору, наверное, было 5 лет, то есть у меня даже не было габрюшечки еще тогда, и в планах не было Данечки, то есть я была очень-очень молода, и вот именно с этого разговора поменялось мое представление кардинально о том, как я хочу одеваться, и я совершенно точно поняла, что я должна делать для того, чтобы развить себе и фэшн-смелость, и для того, чтобы наконец-то научиться выглядеть так, как я хочу, потому что сначала я очень долго понимала, как же я хочу выглядеть, на самом деле очень часто мы не выглядим так, как мы хотим выглядеть, потому что мы не понимаем, это казалось бы абсурдно с одной стороны и очень просто с другой стороны, но очень часто мы даже с утра не знаем, что же нам надеть, просто потому, что мы не представляем, сегодня я хочу быть в юбке, либо я хочу быть в брюках, сегодня я хочу выглядеть более спортивно и кайжо, либо сегодня я хочу больше элегантности, либо сегодня я хочу больше женственности, очень часто мы не задаемся с этим вопросом, когда открываем дверцы собственного шкафа. Мы стоим и выбираем одежду, не зная сами по каким критериям ее выбрать. Так вот, сначала я понимала, как я хочу выглядеть, потом я очень долго шла к тому, а как же мне эти луки собирать. И вот после этого разговора я совершенно точно поняла, что если я хочу выглядеть хорошо, я должна покупать очень много, в том числе недорогой одежды, чтобы видеть, что мне идет, чтобы вырабатывать свой стиль, и чтобы, самое главное, без проблем, без чувства вины легко с этой одеждой расставаться. Желаю всем моим зрительницам научиться выглядеть прежде всего так, как самим хочется, как самим комфортно и чувствовать себя на этой знаменитой фэшн-волне, о которой я так часто говорю, прежде всего, когда хочется. И желаю всем в преддверии весны, чтобы хотелось как можно чаще, и чтобы вы ощущали себя на своей фэшн-волне действительно как можно чаще. Я с вами прощаюсь, это была Яна Скворцова, всем пока-пока!